Приветствую всех! Английский язык распространен во многих странах, но два основных центра его использования это Британия и США. В целом язык один, но некоторые слова в Британии и в США отличаются. И сегодня в этом видео мы разберем примеры таких слов. Вы на канале Stylish English. Let's go! Не секрет, что в Британии автомобили праворульные, в США автомобили леворульные. Но и слово бензин отличается. В США бензин это gasoline, а в Британии petrol. Американские дальнобойщики ездят на траках. Truck. А в Британии ездят на грузовиках. Lorry. Многие пассажиры в США путешествуют с багажом. Baggage. А вот британцы предпочитают слово luggage. Говорят, что в США очень мало тротуаров, потому что почти у всех есть машины. Но тем не менее кто-то по ним гуляет. Тротуар. Sidewalk. А в Британии тротуар это pavement. В США пересечь дорогу пешком можно по пешеходному переходу. Crosswalk. А в Британии такой переход называется zebra crossing. Вы думали, только в России есть очереди? Нет, в США их тоже полно. Line. Очередь. Но британцы называют ее cue. Американский отпуск это vacation. Британский holiday. Нью-йоркская парковка это parking lot. А вот парковка где-нибудь в Манчестере это car park. Американцы предпочитают массивные большие автомобили, у которых большой багажник. Багажник. Trunk. А в Британии его называют boot. Американские двигатели славятся своей прожорливостью. А находятся они под капотом. Капот это hood. А вот в Британии капот bonnet. В США большинство людей предпочитают передвигаться на личном транспорте. Но тем не менее кто-то пользуется поездами и ездит в железнодорожном вагоне. Железнодорожный вагон railway car. А вот британцы называют его railway carriage. Нью-йоркская подземка это subway. А лондонская underground. Американский мусор garbage или trash. А вот британский это rubbish. Американские лифты называют elevator. А британские лифты просто лифт. Американские школьники пользуются стеркой. Eraser. А вот в Британии ластик называют rubber. Конечно американцы предпочитают частные дома. Но кто-то живет и в квартирах apartment. А британцы называют квартиры flat. Американский шкаф для хранения одежды это closet. А британский wardrobe. Обычно новоселы которые въезжают в новую квартиру или в новый дом стараются быстрее всего повесить занавески. В США это drapes. А в Британии curtains. Куда же денется всемирный рынок фастфуда без американского вездесущего макдональдса. Где вы можете отведать картошку фри. French fries. А в Британии ее называют chips. Если у вас порвалась какая-то купюра, вам стоит заклеить ее скотчем. В Америке скотч это scotch tape. А в Британии cello tape. Многие люди любят попить чай с печеньем. Печенье в США это cookie. А вот в Британии biscuit. Ну и конечно с конфетами. В США это candy. А в Британии конфеты sweets. Американские туалеты называются bathroom либо restroom. А британские toilet или wc. Уважаемые друзья. Подписывайтесь на канал stylish english. Ставьте лайки. И до новых встреч.